На какой стороне фольги еда готовится быстрее? Как отмыть с ее помощью посуду? Раскрываем блестящий потенциал кухонной фольги. Всем привет! Мы для вас подготовили 10 крутых лайфхаков для фольги на кухне. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра! Отмыть противень. После вкусного ужина самое мучительное – отмывать кастрюли, сковороды и противни. Даже если у вас есть губка для мытья посуды с жестким абразивным слоем для сложных загрязнений, например, пригоревшей пищи, лучше сделайте одноразовую из фольги. Сформируйте шар, величиной с кулак с острыми выступами, которые с легкостью соскоблят прилипшую пищу к посуде. Для этого можно даже использовать фольгу, которая покрывала противень во время выпечки в духовке. После применения такую одноразовую губку можно выбросить. Конечно, не стоит использовать фольгу для очистки сковород с тефлоновым покрытием. Очистить от ржавчины. Также алюминиевая фольга отлично работает, когда нужно избавиться от ржавчины. Скатайте в шарик кусочек фольги, окуните его в уксус и активно пройдитесь по ржавым поверхностям, кухонные смесители посуду вновь заблестят. Вернуть блеск серебру. Еще одно важное качество фольги – способность очищать потускневшие серебряные столовые приборы и украшения. Существует два варианта ее использования. Можно положить кусок пищевой фольги в кастрюлю с кипящей водой с большим количеством соды, затем туда поместить столовые приборы и хорошенько прокипятить. Вариант номер два – более щадящий и подходящий для украшения из серебра. Выложите глубокую тарелку или миску алюминиевой фольгой и залейте в нее чашку кипятка. Добавьте по столовой ложке соли пищевую соду, опустите в горячий раствор украшения и оставьте на 10 минут, затем хорошо промойте. Серебро вновь засияет. Заточить ножницы. Используйте фольгу, чтобы заточить кухонные или обычные ножницы. Сложите фольгу в несколько слоев, минимум в 4 и прорежьте ножницами много-много раз, это сделает лезвие острее. Сделать воронку. Когда под рукой нет воронки, а перелить в бутылку с узким горлышком любую жидкость жизненно необходимо, соорудите плотную воронку из фольги. Удобно, что такую одноразовую воронку можно сделать специально под размер любого горлышка, тогда ни одной капли масла или компота не прольется мимо. Подарите еде вторую жизнь. Если у вас осталась пицца, кусок пирога, котлеты, оладьи или даже немного жаркого, заверните остатки в фольгу и положите в морозильную камеру. Однажды, вернувшись голодным с работы, вы вспомните, что в морозилке вас ждет чудесное готовое блюдо, нужно лишь разогреть его в духовом шкафу. Только ни в коем случае не используйте микроволновку, фольга с ней совершенно несовместима. Содержать кухню в чистоте. Выложите полочки и ящики кухонных шкафов алюминиевой фольгой, так мебель не будет портиться, а все, что в ней хранится, будет сохранять чистоту. Это касается даже ящика для столовых приборов. Нужно лишь периодически менять фольгу по мере загрязнения. Точно так же стоит поступить и с плитой, если вы не любите ее мыть, а готовите много и часто. Тщательно проложите фольгой поверхность газовой плиты, предварительно сняв горелки, так делают во многих ресторанах. Плита будет всегда как новенькая. Готовить быстрее или медленнее? Возможно, вы расстроитесь, но история о том, что на глянцевой стороне фольги пища готовится быстро, а матовая поверхность хороша для медленного приготовления блюд. На самом деле миф, который уже несколько раз опровергали ученые. Но что действительно имеет значение, так это степень прилегания фольги к продукту и плотность конверта. Чем меньше воздуха между фольгой и упакованным продуктом, тем быстрее он приготовится, а если хотите потомить блюдо в собственном соку, то оставьте немного пространства внутри. Продлить жизнь зелени. Удивительно, но если завернуть в фольгу сельдерей или листья салата, то они прекрасно могут храниться в холодильнике, сохраняя свежесть и хрусткость дольше, чем обычно. Также советуют оборачивать ножку связки бананов фольгой, чтобы они не портились. Готовьте несколько блюд одновременно. С помощью одного листа фольги можно из обычного противня или формы для запекания сделать вариант 2 в 1. Для этого нужно выстелить посуду или противень фольгой таким образом, чтобы посередине образовался разделяющий бортик. Блюда не будут смешиваться во время запекания. Так, например, удобно готовить два гарнира отдельно. Делитесь мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте лукас вверх. До новых встреч, мои хорошие! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok